Значит, уважаемые господа, уважаемые зрители канала «Глобальная волна», давайте, у меня тут назначили премию исполняющим секретарем нашего семинара, нашего движения. Все, в эфире. Замечательно. Уважаемые коллеги, друзья, уважаемые зрители канала «Глобальная волна», начинаем очередной семинар, проводимый по решению первой российской научной конференции «Физический вакуум. Парадигма науки 21 века». С докладом на тему «Эффекта применения сверхпринекающих полей физического вакуума» в материаловедении на примере СВМ-генератора разработки Куапова Сергея Аркаевича выступит Андрей Евгеньевич Бояшин, который представляет группу следователей из Пермского государственного национального исследовательского университета и общества с ограниченной ответственностью 159. В составе этой группы Вячеслава Федоровича Панова, Андрея Евгеньевича Бояшина, Андрея Владимировича Клюева и, светлой памяти, Сергея Аркаевича Куракова. Уважаемые коллеги, я напоминаю регламент семинара. Доклад приблизительно 60 минут, затем кофе-брих 10 минут, затем выступление в принях и ответы на вопросы. Но сейчас вступительным словом выступит председатель нашего движения, председатель семинара Геннадий Иванович Шипов. Прошу вас. Спасибо. Прошу вас. Прошу вас. Вот то, о чем будет здесь говорить докладчик, тут написано 20 лет исследований. На самом деле исследования в этом направлении начинались 35 лет тому назад в государственной организации, которая называлась Межотраслевой научно-технический центр венчурных и нетрадиционных технологий. Государственная организация, она финансировалась государством. И в 1986 году впервые в городе Львове были проделаны эксперименты, в которых торсионный генератор, здесь он носит название СВМ-генератора, торсионный генератор Акимова был использован для получения силумина очень высокого качества. Значит, это опубликовано, есть припринт, и у меня в книге об этом написано. И затем в нескольких местах планеты, в том числе очень серьезные исследования были в Южной Корее в 2000 году. Мы приезжали туда со своими генераторами и на базе института корейского проводили плавки. Причем мы только включали и выключали генератор, а все остальное, физико-химический анализ, все исследования, плавки проводили сами корейцы. Они убедились и в том, что это работает, и дальше они провели такие же исследования с металлами другими, а именно со сталью на заводах Hyundai, тоже успешно. Все документы эти есть. И, значит, так что работы начались 35 лет назад. С моей точки зрения наиболее убедительных результатов, как экспериментального, так и производственного характера. Не только эксперименты были сделаны. Да, вот, господа, прошу всех выключить телефоны. Прошу, потому что вот так будет постоянно. Кто-то будет нам мешать. Значит, у них сделана огромная работа, я считаю, вот эта группа сделала огромную работу. И, конечно, желательно, вот с моей точки зрения, чтобы все-таки эта группа не переименовывала то, что было давно уже обозначено как торсионные генераторы. Потому что я, как теоретик, зная общую ситуацию в теоретической физике и в эксперименте, я не вижу другого, более убедительного объяснения, чем объяснения через торсионные поля. Эти поля были введены математиком или картаном дополнительно. И эти поля связаны с вращением любых физических объектов. И другого конкурента в теоретической физике, кроме торсионного поля, в ежедневной нашей жизни это поле проявляется на каждом из вас в виде полей и сил инерции. Вот сила инерции, когда вы ускоренно начинаете двигаться, действует на вас. Вот это как раз и есть проявление торсионных полей в обыденной жизни, в механике, в ваших ощущениях. Других полей таких, только еще два, это гравитационная, электромагнитная. Поэтому это серьезный очень аргумент в пользу того, что это все-таки торсионные поля. Они описываются кручением пространства и связаны с полями инерции. Вот что я хотел сказать. Благодарю за внимание. Спасибо. Здравствуйте. Ну, еще раз представлюсь. Андрей Бояршинов, представитель пермской группы, профессор Апанова, город Пермь. Значит, эта презентация посвящена 20 годам нашего исследования в металлургии. Мы признаем, что для нас все это было сделано. Но конкретно мы начали, Сергей Аркадьевич Курапов первый раз начал заниматься это в 2000 году, когда пришел на завод в Матавилифе, в Перми, и ему там разрешили провести эксперимент. И там мы работали 8 лет. Дальше я об этом скажу. Значит, мы посвящаем эту презентацию памяти основателю торсионной металлургии Анатолия Евгеньевича Акимова и Курапова Сергея Аркадьевича, так сказать, ушедшего очень рано от нас. Значит, сколько мы помним, в период с 1989 по 1991 год первые эксперименты по материаловедению были проведены в Академию Новок Украины. Смотрели изменения физико-химических свойств металлов при воздействии генератора, который сделал Анатолий Евгеньевич Акимов. Были получены однозначные результаты воздействия данного генератора на расплаву металлов в состоянии перегрева. В те же годы Геннадию Ивановичу Шипову была предложена теория физического вакуума, которая описывает эти взаимодействия. Значит, мы, как я сказал, с 2000 года начали работать на металлургических печах и сразу в условиях действующего производства. У нас не было лабораторных печей вообще. Мы пришли в цех предприятия «Точлип», и директор предприятия дал нам, так сказать, свободу. Он говорит, на любую плавку приходите, ставьте, проверяйте, я вам не мешаю. Во всяком случае, 8 лет мы у него работали, и ни разу ни одной плавки не испортили, только улучшали. Работали мы на разных сплавах, как черных металлов, чугунах, цветных металлов, авиационных сплавов и так далее. Получено множество результатов по изменению микро- и макроструктуры, которые привели к улучшению механических свойств металлов. В этой презентации будут представлены как старые, так и новые результаты нашей работы. Слово «СВМ-генератор» мы где-то в начале 2000-х годов назвали так, потому что при слове «Торсион» и с нами вообще никто просто не хотел разговаривать из научных руководителей. Причем, ладно бы это они, а то, приезжая из какого-нибудь директора завода, он начинает спрашивать, что у вас тут такое, торсионные поля, да идите отсюда. И все, и даже это не разрешал не работать, ничего не делать. Значит, принцип действия нашего генератора, по мнению Сергея Аркадьевича Курапова, основан на резонансном отклике расплавленного металла, находящегося в метастабильном состоянии, на низкоэнергетическое воздействие из стационарного магнитного поля слабого электромагнитного излучения с определенным спектром, в результате которого в металле происходит структурно-фазовое изменение. Вот структурная схема нашего установки. Вот справа F – это ковш с металлом, под цифрой 3 обозначен излучатель, ну, условно, три катушки, там, три конвертера, так называемые. Блок-модулятор, ну, как называемая резонансная камера, куда помещается модифицирующая вещества, ну, это различные металлы, которые используются в металлургии для получения свойств стали, ну, модифицируют, которыми модифицируют сталь. Луч из этого излучателя направляется в середину ванны, или ковша, или печки, без разницы, что там, и фокусируется в центре. Раньше, поначалу, мы считали, что нам нужно для того, чтобы полностью металл, так сказать, получил свойства, которые мы ему задаем, полтора-два часа. Со временем мы уменьшали это время, дошли до полчаса, на этом остановились. Мы решили, что меньше не получится. Ну, буквально года два назад мы впервые попали на печь электрошлакового переплава, и там металл плавится всего 20 минут. И все равно эти 20 минут металл полностью получил изменения. То есть мы сейчас, в принципе, мы уже считаем, что для того, чтобы металл получил новые свойства, достаточно нескольких мгновений. Металл сразу получает, причем по всему объему получает результат. Мы никогда не обрабатываем всю печь, мы ставим в центр, допустим, лучше наводим, и все, и больше излучателя не трогаем. Характер воздействия генератора на расплаву существенно зависит от материала вещества, помещаемого в резонансную камеру, в блоке модулятора. То есть вещества модулятора, являющиеся виртуальным или пассивным модификатором металла. В качестве модуляторов используются в основном все металлы, которые металлурги кидают в печь для получения свойств, ну, тот же самый никель, магний, марганец, вольфрам, хром и так далее. То есть модулятор служит фильтром, моделирующим спектр излучения нашего генератора. Модификаторы могут использоваться в том числе отдельно, модификаторы могут использоваться не только для улучшения, допустим, свойств, но и для управления, так сказать, составом материала. То есть можно, используя, допустим, углерод, повысить содержание, визуально повысить содержание карбидов в металле. А если подать сигнал углерода со знаком минус, то можно как бы визуально убрать. Причем химсостав не меняется. Но по виду металла, он или там, он или много феррита, белый металл, или много карбида, результат один, химсостав от этого не изменился. В основном работу с черными металлами мы ведем по трем режимам. Первый режим – это антиферритный. Это для низкоуглеродистых сталей содержание углерода до 0,8%, в том числе и низколлегированные стали. Основные элементы при этом используются марганец, никель и необий. Второй режим – антикарбидный. Это для высокоуглеродистых стали и чугунов. При этом при этой обработке высокоуглеродистых стали в них повышается растворимость углерода в железе. Все основные элементы, которые тут используются, это магний, марганец и редкоземы. Ну и третий режим – это бенитный режим. Это для жиропрочных, высоколигированных стали. Этот режим уменьшает критическую скорость охлаждения стали и повышает прокаливание стали. То есть жиропрочность стали еще больше увеличивается. В этом режиме обработка стали ведется двумя, так сказать, партиями. Первое время, первую половину обработки мы используем антиферритный режим для того, чтобы уменьшить количество феррита в сплаве. А во втором ставим в качестве модификаторов в основном жиропрочные металлы хром, вольфрам, молибден, бор, кобальт и любые редкоземельные элементы. Ну, еще сразу скажу, что в любых, во всех обработках, сейчас, как мы делаем, на блоки модуляторов подаются частоты ядерного магнитного резонанса этих металлов, которые мы используем. В первые несколько лет мы работали без частот. Подавали просто, ну, ток задавали, так сказать, в конвертере. И, то есть, постоянным током работали. Ну, результаты были, но, как нам казалось, не очень. Но когда мы включили резонансные частоты конкретного металла, то дела пошли как бы в гору. На фотографии вот эта установка, блок, комплект оборудования, это мы в Китае в 2006 году. Так там весь комплект там и оставили. Ну, не сказали, что частоты как бы были. Вы им не сказали частоты? Нет. Ну, вот их сегодня ничего не получило. Ну, через два года у китайцев объем выпущенного железа увеличился в два раза. То есть, они резко подняли объем производимого железа. То есть, я думаю, что они не дурачки. Все-таки сделали. Я думаю, что да. Потому что сейчас они не реагируют вообще на наши звонки, телефоны. Ничего, то есть, молчат просто и все. Вот здесь на фотофотография сделана в Дортмунде в лаборатории Тиссон-Крупп. Справа 300-килограммовая вакуумная печь. Слева вот на желтом штативе это наш излучатель. Ну, внизу генераторы. Это так, чисто для информации, просто, что где мы были, кроме Китая, были еще в Германии, в Турции, на Украине. Ну, в Китае я уже сказал. Значит, за это время было за 20 лет примерно. Я даже сейчас не могу посчитать, сколько всего было плавок. Но, во всяком случае, прикидывали не то, что мы обрабатывали, примерно 9,5 тысяч тонн стали было обработано. Причем объемов от 160 килограмм минимальной инвестиционной печи до 450 тонн. Это в Китае был миксер с чугуном. То есть, там сливаются все из доменных печей, готовится чугун. И в миксерах он там отстаивался, 450 тонн стоял. Ну, в принципе, там все получалось очень хорошо. Но, как китайцы, они нам не отдали ни одного отчета вообще просто. То есть, мы посетили 8 заводов, за месяц приездили. Они нам ничего. Они один раз показали фотографию одну, и все, сказали, все. Больше мы вам ничего не покажем. Значит... Нет, с ними нельзя сотрудничать, мне кажется, вообще. В 2006-м. Я потом расскажу, если я знаю кое-что об этом. Значит... За это время было... Из нашего металла были отлиты волки холодного проката, кованые, литые ролики для прокатов, волки горячего проката, штампы, листы... Всякие качен-катанные и горячекатанные стали, использовались... Ну, множество стали. Типа 0,9 Г2С, 5 ХНМ, 10 ХН3М, 2Л, 17 Г1С, 35... Ну, множество стали. И в том числе и чугуны СЧ-25 и СЧ-35. Ну, дальше я про чугуны там все скажу. Опять же, исследовались... Ну, у нас не было своих металловедов. Мы использовали всех металловедов, которые на тех заводах, куда мы приезжали, работали. Они там... Ну, большинство металловедов очень хорошо к нам относились, то есть им это было все интересно. То есть они очень, так сказать, качественно делали свою работу. Все, так сказать, измерения они проводили быстро и, ну, работали на совесть. Так, ну вот кратко здесь те результаты, которые мы получили в металлургии. Первое, самое ценное, что это сокращение термообработки стали. Но самое смешное, что это нигде не используется. Потому что вот мы отливаем сталь, льем сталь, плавильщик, если опытный, у них по технологии литье один час. Через полчаса плавильщик говорит, что сталь готова, ее надо выпускать. А технолог говорит, я не имею права выпустить сталь, потому что, ну, у меня все, меня тут с работы уже уволят. Вот таких было очень много случаев, когда видно, что сталь уже готова за полчаса. То есть сокращение времени литья и термообработки то же самое. И, ну, никому не надо было это дело. Снижение литейного брака. Вот в Орске мы работали полтора года. Там было примерно 8 тысяч тонн стали выплавлено. Были сделаны очень такие сложные изделия, типа волки, ролики там далее и так далее. Когда подводили итоги за эти полтора года работы, металловед сказал, что из стали сделанные с помощью нас изделий бракованных было не одного, то есть 0%. Все те, что без нас там они делали, там у них от 30 до 50 процентов брака обычно бывает. Ну, как нам выяснилось, как мы выяснили потом, что брак делать выгодно. То есть они, все работники, кто делает брак, они получают двойную зарплату. Сначала за брак, а потом за исправление этого брака. Поэтому зачем вам бракованные изделия? Качество дела. Зачем не бракованные изделия? Зачем не бракован, да. Значит так, ну тоже свойства управления определенных пределах химической активности элементов. Стали для получения заданных свойств конечного продукта. Ну я уже говорил, да, если надо нам увеличить количество железа, мы виртуально как бы облучаем с помощью железа, модификатора железа. Надо углерод повысить, мы углеродом облучаем. Ну вот высокоуглеродиксы стали. Мы можем уменьшать карбидную неоднородность. Это что значит? Это я потом по картинкам покажу. То есть обычно карбиды вылезают по краям, зерен, что как бы очень вредно для металла, потому что она, если карбид, он как бы между двумя кристаллами металлов, он при издавлении начинает ползти. И прочность металла при этом уменьшается. После нашей обработки карбиды распределялись равномерно, в том числе и по внутренности зерна. Металловеды говорят, что это очень хорошо, потому что минимальная термообработка, эти карбиды убираются, и сталь получает очень высокое качество. Так, ну там тоже есть картинки, которые там все это покажу. Но то, что самое главное, это мы обычно, когда металл, сталь модифицируют, если увеличивают прочность стали, то уменьшается пластичность. Если улучшает пластичность, уменьшается прочность. У нас есть примеры, где мы поднимали одинаково и пластичность, и прочность. То есть все параметры поднимались вверх, и сталь, ну на порядок сказать, становилась более качественной. Очень хорошие результаты у нас по ударной вязкости при минус 70 градусов. Там тоже дальше это будет сказано. То есть металл становится, можно делать жиропрочный металл, а можно делать холодостойкий металл. Также уменьшаются неметаллические включения в стали и в чугуне. То есть всякие там оксиды, сульфиды, нитриды. Но в основном очень хорошо уменьшаются сульфиды, нитриды хуже. Но это тоже для стали очень хорошо, когда нет неметаллических включений. Так, ну тут сталь не легированная, это вот 40 ХМА, получилась со свойствами 34 ХН-3М. Это очень высоко легированная, дорогая сталь. Дальше мы получили 35-ю сталь, которая чисто литейная, вообще без легирующих элементов. Стала со свойствами 10 ХН-3М ДЛ, а 10 ХН-3М ДЛ это, собственно, корабельная броня. С чугуном также были результаты СЧ-25, это 250 МП прочность, доверили до уровня СЧ-40, то есть 400 МП прочность. Увеличится жаропрочность стали, увеличится разгаростойкость стали. Коррозионная стойкость практически всегда улучшается. То есть любая наша обработка улучшает коррозионную стойкость стали. Вот примерно на стале САВ-2205, она почти в 2,7 раза скорость коррозии уменьшилась. Так, ну с алюминием АК-12, это силумин так называемый, мы получили прочность в 2 раза выше, чем обычно делали. Д-16Т алюминий, тоже в 2 раза прочность на разрыв увеличили. С титаном, титан нелегированный технический титан, где 99,97% чистого титана, мы сделали со свойствами легированного титана, как будто туда добавили ванадий, молибден, алюминий и хром. Причем вот этот результат мы получили на термообработке, то есть не на литье. Потому что у нас нет печей, у нас лично нет печей, которые титан может плавить. Мы получили это на термообработке. Также сплав ЭП-678, это авиационный сплав на военных изделиях используется, мы подняли на 28% предел прочности, тоже при термообработке. Ну и сталь 0,9 Г2С, это улучшили качество при минус 70 градусах. Ну теперь, как бы тоже кратко, перспективы применения нашей технологии. Ну первое, это получать материалы с заданными свойствами. То есть если нам надо что-то улучшить какое-то, мы задаем свойства, что нам надо, и соответственно так выстраиваем обработку, чтобы получить эти свойства, которые требуются. Мы можем снизить потребность в дорогостоящих, легирующих добавках, особенно в редкоземельных элементах. Потому что они очень дорогие, и как-то мы провели плавку 45-й стали, 60 тонн плавка была, а они, чтобы получить из этой стали качественные волки для проката, они туда кидрают немеряное количество редкоземельных элементов. А редкоземельные металлы, они там дорогие, 30 тысяч долларов за килограмм, по-моему, стоят. Вот мы провели плавку без легирующих добавок этих редкоземельных элементов, и сталь стала на... грубо говоря, как они сказали, на класс качества поднялась выше, она стала 45А, это для особо ответственных волков там они ставили. Они прожили, по-моему, там... Ну, раза в полтора дольше они прожили эти волки при прокате металла. Так же перспектива это увеличение хладостойкости конструкционных стали, что сейчас как бы актуально для северного строительства, которое там разворачивается. Можно решить задачу возврата строй запчастей, которые на складах авиационных лежат очень много запчастей, которые сроки все действия вышли, никто их не может, так сказать, запустить снова в производство, потому что, ну, запрет. Если мы возьмем эти запчасти и будем термообрабатывать и получать, возвращать качество, то, естественно, это все сэкономит очень много денег и времени, чтобы не лить эти детали снова. Кстати, большинство деталей сейчас уже, может быть, для старых самолетов, которые еще летают, их уже не изготавливают. Ну, так же за счет того, что прочность алюминия повышается, мы можем облегчить конструкции космических аппаратов, самолетов, кораблей и так далее, увеличить их полезную нагрузку. То есть прочность увеличили, размеры уменьшили, получили примерно то же самое, зато полезной нагрузки будет больше. Ну, вот что мы хотели заняться на Мотовелихе, это нас не допустили, это качество артиллерийских орудий мы хотели, предлагали повысить, потому что мы пробовали вот с одной стали из них поработать, там результат получился, но нас туда так и не допустили. И в конце концов Мотовелиха прекратила сама выпускать, потому что не смогла больше выпускать артиллерийские стволы такого же качества, как раньше. Ну, тут два пункта, которые подчеркнуты, я слух говорить не буду, если вам видно, прочитаете, потому что это может нехорошо на нас казаться. Так вот, в производстве полимеров мы пытаемся сейчас решить задачу получения нашей российской смолы с параметрами импортной. импортная смола стоит в три раза дороже, температура ее действия 150 градусов, наша смола 100 градусов. Вот если мы закончим эту работу и получим нашу смолу с температурой жизни 150 градусов, то мы решим вопрос импортозамещения. что сейчас все стеклопластиковые трубы, особо стойкие, которые для химических производств, они лются на основе импортной смолы. Нашу смолу туда не пускают. Ну и третье, самое главное, последнее, самое главное. Недавно мы задались вопросом, почему у нас не делают рельсовые стали для высокоскоростных поездов. Как оказалось, наши не могут делать рельсы, у которых минимальный коэффициент температурного расширения. Рельсы могут делать только японцы, потому что они богаты и у них много редкоземов. Они туда кидают немеряное количество редкоземов и рельсовая сталь получается с минимальным коэффициентом температурного расширения, и тогда по ним могут ходить высокоскоростные поезда. Если на наши рельсы поставить высокоскоростные поезда, они просто через несколько проходов могут слететь с рельс, потому что рельсы гуляют летом, они расширяются, зимой они сужаются. Соответственно, невозможно полностью запустить везде высокоскоростные магистрали. Это был тип вступления. Сейчас примеры воздействия на структуру, фазовый состав и механические свойства стали. Характерным признаком нашей обработки является измельчение структуры зерна. Хотя вот эта сталь, которая сейчас здесь, это сталь 110 G13L, из которой делаются зубья ковшей экскаваторов и тракторные траки. Она очень износостойкая, в меру прочная. Но когда у нее большое зерно, которое на фотографии вверху с буквой А, видите, границы зерна очень большие. Это как бы снижает прочность этой стали. После нашей обработки зерно получается мелким. То есть наверху нулевой балл зерна, нулевой и первый. Внизу четвертый, пятый балл зерна. Чем меньше зерно, тем прочнее сталь. То есть у этой стали конкретно мы прочностьные характеристики увеличили в полтора раза. Вот, например, стали 135 HGSL. Слева видны границы зерен. Белая, это очень снижает прочность стали, потому что трещины идут по границе зерен. Справа это обработанная сталь. Здесь уже границ зерен нет. Отдельно вот видны темный перлит. Это смесь железа с карбидами. Белый, это феррит. Углерод растворенный в чистом железе. А можете, пожалуйста, говорить, какая сталь, где используется? Так, ну вот. Здесь рассказали. Это для, вот именно для танковых, танковых, тракторных траков и зубиков, все, эскаваторов. Это сталь конструкции, литейная сталь. То есть там, ну, льют различные корпуса, бочки, еще какие-нибудь изделия такие, которые чисто литейные. Или просто льют, как это, болванки такие, из них потом куют детали, которые нужны, там, где нужен кованый металл. Вот эта сталь 10-кантри МДЛ. Эта сталь разработана в КБ Прометей в Питере. Она изначально являлась корабельной броней. Ну, сейчас они сделали другие стали, а эту сталь пустили как бы в промышленное, в ширпотребовское производство. И у нас на мотовилях из этой стали делают так называемые челюсти от ключей КМБ. Если видели по телевизору, когда показывают, как там штангу нефтяную опускают и быстро-быстро закручивают эту штангу. Вот это, закручивают этот ключ КМБ. Там сами челюсти, которые схватывают трубу, они должны быть очень хорошего качества. И мы как бы улучшили эту сталь. То есть тут, вот в столбике слева это необработанная сталь, справа обработанная. Снято при разном увеличении. Вот это первое увеличение в 517 раз, это уже в 1300 и так далее. Разница видна неображенным глазом. То есть здесь отдельные мелкие зерна, зерна ферлита, феррита зерна перлита. Справа границы зерен смыты, то есть они постепенно переходят. Соответственно, так же поэтому трещина здесь будет идти очень сложно, потому что нет границ. и такое состояние, как бы, стали, оно предпочтительное для таких вот, особенно для брони. Здесь же вот на этой таблице механические свойства этой стали. В частности, зерно необработанное стали и обработанное отличается где-то в полтора раза. У необработанной 4,9 микрона, у обработанной 3,2 микрона. Твердость у обработанной стали тоже выше вот по шкале Виккерса. У необработанной стали 310 единиц, у обработанной 335. Прочность стали увеличилась. У необработанной 91 мегакилограмм силы на миллиметр квадратный у обработанной 127. Ну, размеры зерна здесь... Это рентгеноструктурный анализ, это как бы нам за неинтересно. Самое интересное, это что вот этот результат был... Эта сталь была испытана в центре порошкового металловедения, материаловедения в Перми у академика Анциферова. Он как-то так более-менее к нам хорошо относился. Бесплатно сделал нам анализы, потом допустил до испытания изделий из порошка при испекании. То есть мы обрабатывали порошок при испекании и получили результат. То есть у них средний результат, минимальный. Минимальная пористость этого порошка после того, как сделают изделия 4-5%. То есть 4-5% пор меньше они не получали никогда. Это предел у них был. Мы им сделали ноль. Академия сказала, не может быть, написал цифру один. Он говорит, ноль быть не может. Но после этого он почему-то к нам очень резко так охладел. Видимо, съездил в Москву, ему там сделали внушение. Он приехал и сказал, больше я вас не знаю, вы меня тоже, меня вообще не упоминайте. Как бы мы не обиделись. Так, это пример. Чугун передельный. Это полупродукт. Это в Туле, на Туло-Чермете делают вот такие чушки килограмм по 15-20. Они выпускают таких чушек 8 тысяч тонн в день. То есть там вообще огромный конвейер, куча всяких там печей, вообще невозможно. Решили испытать, ну, во-первых, вот посмотрите разницу, сделали срез. Вот это необработанный чугун. Вот поры, трещины и так далее. В обработанном чугуне ни одной поры, ни одной трещины нет. Дальше я потом еще по этому поводу скажу. Сделали измерение на количество корща. То есть, ну, брали чугун, кидали, так сказать, с эстакады в кузов вагонов, потом все собрали и померили, сколько крошево там получилось в этом вагоне. Ну, получилось, что при у обработанного чугуна процент кроша уменьшился на 23%. Вроде как не сильно много, потому что там всего кроша было, в общем, 4-5% кроша идет. Но когда пересчитали это на потери в год, там получалось что-то 280 миллионов рублей, что ли, потерь в год. на этом кроше. Здесь пример воздействия нашей установки на графит, на пластинчатый графит в чугуне. То есть, вот слева без обработки видно, что чугун, графит в чугуне такими отдельными пластинами изогнутыми, с небольшими, так сказать, областями более большого размера количества графита. После обработки длинных пластин практически не стало, он стал, чугун стал переходить в точечный. То есть, и вот по разнице левой картинки и правой видно, что феррита при этом феррита в чугуне стало меньше, перлита больше. То есть, это косвенно говорит о возросшем качестве этого чугуна. сталь 20 ХГНМ это прокат в основном тоже для ответственных для атомной промышленности и так далее. Делали в ЦНИДМАШе. ЦНИДМАШ это как бы институт, который курирует атомную промышленность, выпускает металлы для разрабатывает металлы для атомной промышленности. Вот сталь 20 ХГНМ в печке была обработана, потом из нее отлили и прокатали листы. И вот посмотрите разницу. Внизу необработанная сталь нашим генератором видна полосчатость, отдельные зерна феррита и перлита черная и белая. Полосчица стали как бы уменьшают прочность этого листа. После нашей обработки полосчат вообще нет. Зерно металла равноосное в разные стороны. Это очень сильно повышает прочность металла. И по характеру он является бенитом. То есть это один из видов структуры игольчатой структуры, которая повышает жаропрочность и прочность металлов. Сталь 40 ХН это тоже простейшая сталь как для отливок, так и для конструкций. Но здесь что интересно это было в Липецке и я просто как бы была возможность я сделал два образца две обработки. То есть одну обработку сделал правым полем, а вторую левым полем. И вот слева необработанная сталь, большие относительно большие зерна, феррита мало, белого мало, перлит очень много, черный цвет это перлит, это смесь углерода с железом. При обработке правым полем зерно стало меньше, но феррита стало больше, не знаю, несколько раз, по-моему, так. То есть при торсионном поле правого вращения происходит упорядочивание структуры, соответственно, зерно уменьшается и качество стали как бы улучшается. А вот здесь я решил попробовать и сделал обработку левым полем. Зерно стало просто огромным, даже больше, чем в необработанном металле. Вот одно зерно, почти весь экран. Это все при одном и же увеличении. феррита белого стало поменьше, перлита примерно чуть-чуть больше. Это просто для информации, что все-таки есть разница при обработке правым и левым полем получила подтверждение это предположение. тут тоже сталь 40 ХЛ вверху необработанная сталь также феррита мало перлита много внизу после обработки она стала белее там даже получился в области области биенита то есть сталь стала более жаропрочная кстати по-моему на этой же стали нет это не скажу не помню дальше посмотрю вот пример обработки получения так сказать управления структурой физическими свойствами металла взяли сталь 25 обычная обычная сталь 25 слева вот ее структура крупное зерно границы между зернами феррита мало перелита много и сначала обработали в качестве модификатора использовали чистое железо границы зерна стали чуть поменьше поуже белого вещества стало больше то есть феррита стало больше перелита стало меньше потом второй вариант это мы обработали в качестве модификатора взяли углерод соответственно феррита стало совсем мало то есть как бы белого много но они все тонкие пластинки такие что как бы не сильно влияет на качество которое задает феррит перелита стало больше темных темных областей стало больше ну это кстати заметили сами металлоеды которые с нами работали это было на мотовилихи так перейдем к алюминию значит здесь алюминий а7 это 99 и 97 сотых процента чистого алюминия обыкновенный электротехнический алюминий мы просто брали эти провода толстые резали их и плавили в ювелирной печке там по 60 по 70 грамм были образцы потом делали срез и смотрели слева срез алюминия необработанного нашим генератором видно что игольчатая структура это типичная для охлаждения охлаждаемых отливков которые круглого типа отливки они вот так зерно растет от поверхности более холодной части к центру где более горячая часть на микроструктуре там как бы никаких особенностей нет но вот на макроструктуре видно что так себя ведет алюминий а вот здесь справа алюминий обработанный нашим генератором но обработан в качестве модификатора взять цирконий то есть получается так что модификатор цирконий создает структуру равноосных равноосных кристаллов то есть они не игольчатые они просто во все стороны как бы в разные стороны направлены и структура при этом получается более прочная обычно до увеличения прочности в алюминий так и добавляют цирконий вот еще тот же самый пример по цифре 1 это без обработки по цифре 2 после обработки когда модификатор был взят цирконий но туда не добавлялся а про цифры 3 для примера мы положили пол процента циркония и структура получилась как бы 2 и 3 практически близкие друг к другу так ну вот здесь пошли таблицы перечисляются вот во-первых примеры изменения физических свойств металлов первое значит на нелегированной стали точки от c1 от c3 на диаграмме железоуглерод там вверху есть точки плавления где начинается плавление заканчивается плавление эти точки от c1 от c3 после нашей обработки снижаются на 20-30 градусов у нелегированных стали если стали легированные то есть больше всяких компонентов точки снижаются по диаграмме на 30-50 градусов это нужно учитывать когда мы начинаем термообрабатывать такую сталь мы сначала не могли получить никак хорошие результаты потому что сталь термообрабатывалась по их технологиям которые они обычно использовали металлурги мы решили попробовать и снизить температуру то есть термообработка была под теми же при тех же температурах а температуру отпуска мы снизили и в результате получилось резкое повышение качества прочности стали то есть понятно стало понятно что если сталь обработанная нашим генератором то температуру отпуска нужно снижать на 200 на 300 градусов вниз у них было там градусов 600 всегда они обрабатывали мы сделали при 300 градусов дальше сталь 10х3 мдл это корабельная броня прочность увеличилась у нас как бы не сильно намного на 10% пластичность при этом увеличилась тоже то есть это пример повышения прочности и пластичности зато ударная вязкость почти в два раза увеличилась что требуется как раз для этой стали чтобы она была очень так сказать сдерживала удары вот сталь 35L мы решили попробовать и заменить вот предыдущую сталь 10хн3 мдл которая очень дорогая она на те времена она стоила 80 тысяч за тонну сталь 35L стоила порядка 7 тысяч за тонну чего рублей рублей и мы получили практически близкую к этому результату вот по по пределу прочности мы а нет нормально то есть предел прочности стал тоже примерно тысяча кило джоулей на миллиметр квадратный как и у самой 10хн3 мдл пластичность относительно 35 стали стала меньше но на уровне 10хн3 осталась такая же то есть 13-14 это в принципе нормальная пластичность ударная вязкость конечно тут уменьшилась но она все равно стала больше чем требования ТУ для стали 10хн3 мдл ну потому что 35 стали она более вязкая поэтому для 35 стали она уменьшилась но для уровня 10хн3 мдл она осталась примерно на том же уровне ну и соответственно величина зерна мы понизили величину зерна до 7-9 балла обычно у металлургов получалось 3 максимум 7 ну тут я уже говорил чугун СЧ25 при прочности 250 мегапаскаль получили почти СЧ40 390 мегапаскаль зато содержание неметаллических включений уменьшили почти в 5 раз а тут внизу последние три строчки это тоже уменьшение неметаллических включений в сталях 20 20 хгнм и сталь 0,2 ха 22 н5 и н3 у всех стали количество неметаллических включений резко уменьшилось почти в 3 раза даже по-моему даже в 9 раз так дальше сплав GS6U это авиационный сплав раньше из него делали авиационные лопатки для двигателей турбореактивных там газогенераторов и так далее это мы делали на авиадвигатель в Перми значит там было 4 плавки потом они из этих 4 плавок отлили лопатки и лопатки испытали при температуре 975 градусов ломали с силой силой 25 килограмм силой букву к пропустил на миллиметр квадратный значит без обработки а смотрели сколько часов выдержать эти лопатки без обработки они среднее время выдержки жизни так сказать лопаток 49 с половиной часов ну 50 часов от 42 до 55 после обработки 82 часа причем некоторые умудрились дожить до 131 часа то есть почти в 2 с половиной раза больше вот силу силумина к 12 это алюминий из которого двигают делают корпуса автомобилей легковых прочность силумина при норме 122 получили 288 мегапаскаль причем относительное удлинение осталось примерно на том же уровне твердостью чуть повысилась сплав D16 это так называемый дюралюминий примерно в полтора раза увеличил прочность на разрыв ну сталь 40 HL который упоминал где-то от 500 без обработки прочность 500 после обработки 900 близко чем в 2 раза увеличилось и пластичность повысилась у той стали ударная вязкость повысилась в 2,5 раза сталь 40 HL сталь 09 G2S это конструкционная сталь здесь тоже получили увеличение и прочности и пластичности одновременно ударная вязкость практически в 4 раза повысилась причем при температуре минус 70 градусов Цельсия что как бы очень показательное так ну тут тоже несколько стали я не буду повторять тут везде увеличение вот по стали 17G1S что интересно это мы делали в Орске на Южноуральском машиностроительном заводе я вот эту табличку сам не нашел но помню что она была где-то пропала у нас после на случай много документов пропала ударная вязкость при минус 20 градусов Цельсия стала равна ударной вязкости при плюс 20 градусов Цельсия то есть металл не заметил что его понизили температуру на 40 градусов он вообще никак не отреагировал то есть одинаково ударная вязкость 189 что при минус плюс 20 что при минус 20 градусов причем это не не одиночная плавка а там серия из 20 или 30 плавок было то есть нам очень часто говорят да вы только одну плавку сделали и хвастаетесь что-то получили нет вот как раз ворске это у нас ворске на мотоверихе это самое там где больше всего было одинаковых плавок сделано с одним и тем же результатом так вот последняя нижняя сталь 25 х2 м1 это сталь для из нее делали дорна для производства труб дорна это стержень большой берут этот стержень берут слиток и начинают долбить середину слитка до тех пор пока полностью не выбьют трубу потом ее только выравнивают по размерам и все это при температуре очень большой так вот после без нашей обработки дорны обычно забраковывались при прокатке при изготовлении 1400 тонн труб после нашей обработки причем они дорны забраковывались по сетке разгара то есть там шли трещины глубиной миллиметра двух миллиметр два и поверхность стиралась после нашей обработки дорны прошли с этими дорнами сделали 3000 тонн и причем сетки разгара не было то есть металл стал очень жаропрочным но там уже стерлась на полмиллиметра они все равно забраковали потому что ну тут уж никуда не денешься но металл был качественный и жаропрочный но сейчас уже не делают дорны трубы не делают из дорнов там с дорнами они каким-то другим способом сейчас делают вот здесь таблички то есть вот сравнение сталь 10хн3мдл значит ситуация была такая что на мотовелихе эту сталь делали очень долго и очень много денег на это тратили то есть сначала они ее делали этап гомогенизации то есть отжигали в печке при температуре 1100 градусов 27 часов то есть это огромный расход электричества расход времени потом делали нормализацию потом делали закалку потом отпуск после нашей обработки мы убрали этап гомогенизации 1100 градусов по Цельсию полностью убрали то есть при этом электричество естественно стало тратиться меньше плюс срок изготовления ключей этих КМБ сократился на 2 недели и у нас есть там где-то подписанный покажу потом договор что мы 3 года почти работали только эту сталь выпускали только тогда когда мы были в цехе но здесь мы попробовали сделать низколлегированную сталь 35хгсл со свойствами 10х3МДЛ получили нужный результат то есть и по прочности и по пластичности причем пластичность даже больше стала в 2 раза чем требовалось и особенно по ударной вязкости то есть в 2 раза увеличив ударную вязкость но что-то так до конца не дошло и не стали они менять то стали испугались так сказать гнева отдела главного металлурга так вот здесь тоже самая подобная табличка там где мы тоже 10х3МДЛ заменили 35-й стали тоже практически те же самые результаты мы получили что 10х3МДЛ 135 это вот результаты по самой стали 10х3МДЛ там где мы убрали этап гомогенизации и получили сталь со свойствами выше чем требуется по под ПТУ это вот образец первого договора который мы заключили в январе 2007 года директор точнее заключил с нами договор и написал там даже приказ что если нас в цехе нет то сталь 10х3МДЛ не плавить вообще как только мы приходим тогда только начинает плавить ну реально мы три года у них работали и количество брака в ключах КМБ исчез до нуля то есть без нас ну они выпускали обычно 300 ключей КМБ в год не вру в месяц в месяц 300 ключей КМБ и у них было штук 15 ключей уходило в брак после того как мы начали работать количество ключей стояло тоже но брак брак был ни одного ключа по браку не возвращалась ну например это спецификация составлена сколько нам платили вот вот так выполнив работ видно что примерно примерно 50 40 50 45 50 плавок в месяц по этой стали мы делали на двух разных печах на 160 килограмм и на 280 килограмм так это пример количества неметаллических включений там я уже об этом говорил в чугуне и в предыдущем было здесь пример что чугун с Ч25 мы получали со свойствами с Ч40 это повышение механических характеристик стали 110 Г13 Л вот желтым цветом выделена обработанная сталь видно что зерно уменьшилось твердость увеличилась и ударная вязкость увеличилась здесь вот заключение уральского института физики физтеха уральской академии наук что при рентгеноструктурном анализе средний диаметр блока конкурентного рассеяния уменьшился практически почти в два раза в 1,7 что ли раза то есть что говорит как бы о уплотнении стали тут тоже все разные примеры так у меня время это еще есть? есть тут как бы еще это пример вот с лумином АК-12 где прочность увеличили до 122 до 288 это диаграмма разрыва Д-16 то есть прочность на разрыв с 8 увеличилась почти до 13 килограмм силы на миллиметр квадратный это исследование пластичности алюминия А-99 это было в ВИЛСе то есть на 25% подняли пластичность сплава А-99 когда модификатором поставили цирконий с молибденом в одной плавке в другой плавке уже свекло поставили и пластичность увеличилась здесь проводимость правда стали сплава АМГ-6 на 22% увеличилась проводимость хотя как бы мы ожидали что у летотехнического алюминия должна повыситься проводимость нам не получилось а вот на этом сплаве почему-то получилось это так сказать пример воздействия нашего генератора на удельное сопротивление медной катанки то есть вот по шкале в нижней шкале это часы верхняя шкала это удельное сопротивление вот с нуля запрутили генератор на печке из которой катанку вытаскивали через час взяли один образец у него получилось удельное сопротивление ну 178 десятитысячных потом взяли образец через два часа получили практически 0172 это табличное значение проводимости меди то есть никто в принципе из лома из медного лома лучше делать не может вот после цифры 3 мы выключили генератор и видно сразу что через через 4 часа и потом через 6 часов качество сопротивления ухудшилось так вот здесь примеры применения нашего генератора при термообработке то есть уже не при литье а при нагреве под закалку там пододжиг и так далее сплав сталь была типа 10 хгнм значит ее обработали получили видна сразу микроструктура изменилась то есть зерно перешло из из границ металлов по всему по всей поверхности металла что стало как бы о лучшем качестве металла потом из этого металла сделали изделие и проверили их на акустические свойства то есть на лишние резонансы металла необработанного все частоты были с большой разницей от 0 герц до 1 и 28 герца то есть разные частоты разные между ними разности большие требовалось получить разницу не более чем 0 15 герца 15 0 15 герца после нашей обработки все разницы частот оказались одинаковыми 9 9 соток герца вот это пример с титаном то есть пластины титана вот первые три строчки это необработанный титан вт 1 0 то есть его механические свойства примерно 350 400 мегапаскаль прочность и 30 до 50 пластичность затем стали добавлять как бы модификаторы разных элементов и получили увеличение прочности резкое увеличение прочности где-то пластичность очень резко упала где-то осталось на уровне вот в этом варианте например получили что титан вт 1 0 стал соответственно титану вт 5 как будто туда добавили легирующих элементов типа алюминий и молибден с никелем какой-то из них титанов получился как свойствами вт 20 это вообще сверх прочный титан и еще один был от 4 у него там пластичность была на том же уровне прочности много не получилось так ну это протоколы испытания титана и в пермском университете и лаборатории промлаб это сплав авиационная п678 там там тоже получили при термообработке получили увеличение прочности на 28 ну среднее на 28 процентов где-то 28 6 это 27 8 это вот тоже протоколы испытаний лаборатории завода пенского завода машиностроения машиностроитель в общем как бы можно сказать что по результатам этих экспериментов при термообработке металл обработанный нашим генератором меняет свои свойства точно так же как и при литье то есть мы очень долго не делали этого боялись что ничего не получится но где-то два года назад решили все-таки попробовать мы получили результат такой что можно экономить слегка на на литье так еще можно что-то еще говорить или как вы могли бы экономические эффекты в рублях в рублях у нас были показатели какие экономические эффекты в рублях на одной печке на одной плавке ну вот смотрите допустим Тула северский трубный завод который Дорн делал значит его потребность 600 Дорнов в год если будут как бы обработаны по нашей технологии Дорны были бы обработаны то их потребность всего 300 Дорнов в год цена Дорна 400 тысяч рублей на то время было 400 тысяч рублей то есть экономия 120 миллионов рублей в год но это раньше сейчас она должна быть больше допустим допустим сталь 022 H22 H22 N3 AM это очень качественная нержавейка используется в атомной промышленности для по ней по трубам из этой нержавейки текут течет горячая морская вода соленая морская вода при температуре 95 градусов и скорость ее коррозии мы уменьшили в 2,5 раза в 2,7 раза экономия примерно посчитали что 250 тысяч рублей на одну тонну этой стали получается то есть сколько там ну явно там десятки сотни тонн используется и они меняли эти трубы трубы раз в год меняли после после этой обработки их надо будет менять там раз в 3 года то есть это уже приличная экономия вот я уже говорил так и что еще а вот сталь 45 когда мы убрали редкоземельные элементы получили экономию 18 тысяч рублей с тонны опять же это на 2006 2007 год 18 тысяч тонны это так как плавка 60 тонн соответственно примерно миллион 200 с одной плавки экономия средств с одной плавки миллион 200 таких плавок в день у них обычно 5-10 плавок представляете день 10-12 миллионов да вот нас на другой день выгнали с завода вот конкретно за это да слишком хорошо а куда вот это экономия сэкономленные деньги девались да но они еще экономят сами как говорят там положено по технологии положить 30 килограмм допустим этой редкоземельных элементов но они знают что если положить даже полграмма это то у них результат будет хороший они кладут туда полграмма говорят что положили расписали что положили 30 килограмм а потом снова продали завода это что самое все так что так ну с полимерами так просто для интереса с полипропиленом мы получили снижение температуры не знаю зачем но получили температуру плавления на 10 градусов примерно но ПТР показатель текучести расплава у нормального полипропилена ПТР 0,97 грубо говоря 1 грамм в 10 минут он капать начинает медленно медленно 10 минут капает на капле 1 грамм после нашей обработки он просто взял и вытек то есть не успели замерить даже ничего он просто как вода вытек обрабатывали мы в качестве модификатора брали вещество комплен МПП5Х это которое они добавляют чтобы туда полипропилен хоть немного так сказать разжижался вот здесь показано что снижение температуры плавления полипропилена вот это результат воздействия на полиэфирные смолы это у нас Перми Комтекс значит в качестве модификаторов сначала попробовали использовать фторопласт кварц и золото химстойкость в случае всего получилась когда использовали фторопласт то есть на 25% химстойкость увеличилась причем как на воду так же так и на кислоту и на щелочь примерно одинаковый результат кварц дал меньше цифру золота тоже еще меньше но при этом повысилось время жизни жизнеспособности изготовленной смолы в конечном итоге мы получили 38% стало дольше жить но это когда смолу сделали она живет там стоит на складе 3 месяца за эти 3 месяца ее надо использовать потому что через 3 месяца она уже все начинает всякими соплями покрываться невозможно она больше не полимеризуется то есть у нас получили что на 40% почти стало дольше жить соответственно из 3 месяцев месяца 4 или 5 примерно будет долго живучи сия вот пример смолы полиэфирной фотография сделана на сканирующем атомном микроскопе вот справа такая фигура это не знаю оператор который делал почему-то взял и на нее направил атом микроскоп не знаю там кусок грязи поймал смотреть то как бы разница в том вот именно в плотности среды увеличение одно и то же 200 микрон шкала 200 микрон слева необработанная смола видно эти бугорки ямки и так далее а вот эта часть как раз хорошо видна обработанная она вообще как там ну не зеркального но практически при том же самом увеличении никаких бугров ям нету то есть там только точки разные видны а так она как это ну как как полированный стол я тут просто специально показал куда нужно смотреть чтобы увидеть то качество мы конечно сейчас попробуем переснять чтобы более-менее прилично было выглядело а вот пример тоже институт физической химии как бы пришли договорились что они ну давайте типа сделайте чего-нибудь покажите что вам что-то получится не получится я говорю скажите что конкретно вам надо улучшить они говорят ну что-нибудь получите ну мы тоже просто взяли для примера обработали как в качестве модификатора взяли смолу обработали в качестве модификатора взяли фтеропласт значит вот эта таблица получилась необработанная низкий уровень заряда все ругается в общем суть в чем тут не видно остаточная деформация необработанная смолы получилось 4-5 процентов обработанной 1 процент 0 процентов ну потому что фтеропласт он так сказать не пластичный элемент поэтому так и получилось самый интересный вывод сделали прочность и прочности пластичности у нас как бы не получилось они сказали результат остаточной деформации нас сильно не интересует поэтому вы нам ничего не показали что неизбежит как вывод неизбежит как вывод Ну, вот еще один акцент и все. Сергей Аркадьевич, одной из последних тасковых работ в Рязани в 2016 году, поработал там со сплавом Д-16Т. Значит, и получили такие результаты. Значит, тут фотографий не обработанной не будет. Мы смотрели, делали фотографии образцы до термообработки и после термообработки. В общем, в результате получилось так, что до термообработки, что после термообработки размеры практически не изменили зелень. Вот единственное, что 194-й образец, очень мелкое зерно, как до обработки и после термообработки. Но это уже именно воздействие цирконием, по-моему, было как раз. Суть в том, что получилось так, что алюминий после нашей обработки вообще не воспринял термообработку. То есть он не стал таким, каким должен быть после термообработки. После термообработки зерно алюминия должно уменьшиться. То есть это говорит о том, что алюминий стал более жаропрочным. И той температуры, которая обычно там у них термообработка этого алюминия, ее мало. И тут больше, в принципе, делать нельзя, потому что по всем учебникам 500 градусов, это максимально, 505 градусов, это максимальная температура алюминия для термообработки. Больше начнется плавление алюминия. Но мы сами лично, потому что мы алюминия плавили в ювелирной печи очень много, и замечали, что если металл уже прошел термообработку, и мы снова пытаемся его плавить, при температуре плавления 650 градусов алюминия, при температуре 750, которую мы делаем, он еще холодный. Он не ярко-красного цвета, а такой вот темно-красно-фиолетового. То есть он не нагрелся даже при температуре 750 градусов. То есть это мы тоже подтверждаем, что это было такое, что алюминий получил зоропрочные свойства. То есть дальше надо просто как-то разбираться, какую температуру использовать для закалки, уже с металловедами, с теми, кто их производит. Ну и это очень хорошо, кстати, тоже для авиапромышленности, космической промышленности, из алюминия делать зоропрочные изделия, обычные из того алюминия, из которого не делали зоропрочные изделия. Так, ну в принципе у меня в основном все. Ну про теоретические работы я говорить не буду, потому что Геннадий Иванович все сказал, в принципе. Мы как бы солидарны полностью и Геннадий Ивановичем, и Евгений Алексеевичем. Извиняюсь, у меня в голове за скоки. Так что у меня пока все. Спасибо. Ну что, делаем перерыв? Да. Кофе-брейк. А потом вопрос. Извиняюсь. Хорошо. Хорошо. А ты чего? А? Ну что? Нет. Перерыв? Кофе-брейк? Да. Мария Ивановна. Сейчас будете задавать. Сейчас будете задавать. Геннадий Иванович. Ну что, как Вы скажете? Как Вам? Ну, я бы сказал, вот так у нас живут и работают потенциальные миллиардеры долларовые. Они сделали колоссальную работу. И вот, как было сказано, видимо, побывав в Китае, они посеяли там зерна, которые пожинают, к сожалению, китайцы. Они закрылись, увеличили выплавку металлов, я думаю, качественных металлов, потому что сейчас изделия из Китая очень прочные появляются. Действительно, раньше это было какое-то мягкое железо. И, насколько мне известно, вот на прошлом нашем семинаре присутствовал один бизнесмен из Кореи, мистер Чо. Он просто слушал, что у нас делается на семинаре. Я лично знаком с мистером Чо. Я с ним встречался в 2020 конференции Южной Кореи в 2019 году в Южной Корее. И он мне сказал следующую вещь, что ваши технологии по силу Мину, а особенно по стали и чугуну, мы уже начинаем использовать. И мы строим под Пекином, недалеко от Пекина. Он сказал, где-то километров 150 от Пекина. Купили землю, и там в настоящее время строится завод. Вот как только построим, мы вас пригласим. Он обещал много, купим вам дом, машину дадим, будете работать у нас. Но вот в последнее время он что-то замолчал. Об этом ничего не говорит. Я думаю, что они сами решили заниматься этим, потому что технология фактически освоена. Она не такая сложная в использовании. Конечно, научного сопровождения у них есть, в отличие от нас. Но тем не менее, китайцам достаточно иметь технологии, которые приносят прибыль и дают возможность им стать лидером в некоторых, ну, в металлургической области, например. В то время как наши и ученые, и наш бизнес большой, они как-то на это все не обращают внимания. И в конце концов, наступит время, когда нам придется покупать наши же технологии или даже результаты наших технологий, то есть металлы высококачественные, уже в Китае. Не мы будем их продавать за границу, а мы будем их покупать за большие, причем деньги. Вот к чему все это может привести. И, видимо, уже ведет к этому. Скажите, ну вы как ученый, когда вот видите таблицы, результаты испытаний, показатели, для вас это, ну, верифицированные данные, вы этому доверяете? Или это вы видите признаки мошенничества, этому нельзя доверять? Почему академическая наука отрицает существование отчетов? Я не знаю. Они просто не смотрели их, во-первых. А во-вторых, тут дело-то не в том, как это можно жульничать, когда люди в течение 20 лет... Ну, хорошо, мы жулики, а китайцы? Когда вы будете платить китайцам, переплачивать колоссальные деньги, вот тогда мы и посмотрим, кто из нас жулик. Мы или те люди, которые присваивают нам незаконно такие ярлыки, как лжеученые и так далее. Понимаете, время все покажет, все станет на свои места, но жалко, что мы его потеряем, потому что время – это действительно деньги, и будет за державу обидно, что было все у нас сделано, и, как всегда, мы опять-таки растратили все это, потеряли, и кто-то другой будет нам продавать и навязывать эти технологии. Ну, к сожалению, вот... Сэ ля ви, как говорят друзья французы. Вот так вот, в таких условиях, к сожалению, мы живем. Поэтому, конечно, я опять напоминаю слова известного эзотерика Макса Генделя, который говорит, что в 21 веке Россия станет ведущей страной в области духа, духа, но, говорит, это недолго продержится, если Россия не будет подкреплять высокое духовное развитие высоким интеллектом научным, в том числе. Потому что, если нет интеллекта, нет экономики, если результаты работы интеллекта игнорируются, игнорируются, причем развивается наука по горизонтали, то есть гаджеты, разные там новые какие-то приборы, ну, да, авиация, это все, это развитие по горизонтали, а всякий прорыв интеллектуальный по вертикали, он почему-то преследуется, и ученых, которые этим занимаются, их вот квалифицируют как лженауку. Хотя надо было просто присмотреться и увидеть результаты работы. То, что я сегодня увидел здесь, потому что это доложено, это колоссальная работа огромнейших коллективов и не просто в лаборатории, потому что у нас, например, прорывы сообщаются, вот лаборатория в Сколтехе, там, в Сколково, она сделала какой-то эксперимент, который в будущем, там, что-то, какие-то колоссальные прибыли. Уже на каждой печке в год зарабатывается до 200 миллионов рублей экономический эффект. Так нет, это оказалось очень страшно для тех, кто работает на этих печах. Оказывается, их устраивает то, что есть, а то, что может быть, это пока они не стараются внедрять. Это значит, что интеллект отстал, и это значит, что делается огромная глупость. Никак, кроме как глупости, я это не могу назвать, потому что люди выплавляют качественный металл без дорогостоящих добавок, это оказывается вредно для тех, кто эти дорогостоящие добавки закупает за границей. Понимаете? Для их существования. Они не думают, что страна теряет, они думают о потере личных своих потерях, которые ничто по сравнению с потерями страны в целом. Так что вот такая ситуация. Очень удручающая, но надо бороться, и я думаю, что надо все-таки выходить... Удручающие ситуации по реакции на научные открытия, а научные открытия, они потрясающие. Да, и удручающая ситуация состоит в том, что интеллектуальные прорывы, breakthrough, так называемые прорывные технологии, они почему-то... Ну, почему можно все-таки сказать, опять же, основной... основная причина это так называемый человеческий фактор, а если сказать обыденным языком, то обычная глупость. Если у нас есть прорыв и есть результаты, и мы от этого отказываемся, значит, мы глупцы. Ну, как еще нас можно рассматривать? То есть, мы слепцы и не видим выгоды своей государственной, не лично кого-то, потому что люди не имеют ничего с этого, работают годами, и тем не менее их везде выгоняет, как только получаются хорошие результаты. Так не должно быть. Это несправедливо, это глупо. Должно быть так, интеллект высокий есть достижение, обязаны наши ученые, которые сейчас руководят российской наукой, признать это. Давайте, сколько раз я был в Академии наук, был у вице-президента Академии Юрия Юрьевича Балега, и он обещал мне, что свяжет меня с директором Института металлургии здесь, в Москве, и мы как-то проведем все-таки экспериментальные работы на базе этого института. Но этого не случилось, потому что люди, которые в институтах академических работают, они считают, что мы жулики. Ну как жулики, мы приходим со своим прибором, у вас есть печи, вы все будете проверять, у вас есть приборы, мы просто посветим 20 минут на плавку, причем 50 тонн в печке, печка сама построена так, что там кирпичная стена, жаростойкий кирпич, ну не знаю, там полметра или метр толщиной, и там варится металл, 50 тонн, а мы используем генератор, который из сети потребляет 200 ватт электроэнергии, затем он создает торсионное поле определенным образом, и этот луч торсионного поля проходит через кладку, через сам металл, плотность металла велика, мы знаем, что если бы это было просто электромагнитное поле, то оно, это поле через несколько миллиметров просто бы затухло по экспоненте, и никак уж не могла пройти вовнутрь металла, потому что там несколько метров, а металл во всей своей мощи, во всем своем объеме, он терпевает структурные изменения, кристаллическая структура меняется, никакие электромагнитные волны не способны это сделать, нужны мегаваттные мощности, мы всего используем 200 ватт, это новая физика, это новая наука, и все это должно быть рассмотрено на уровне Российской Академии Наук, пожалуйста, я готов в любое время прийти на любом уровне, с любыми учеными, говорить открыто то, что сделано в теории, и то, что уже сделано на практике, это не отдельные эксперименты, это технологии, и этих технологий уже заложено в развитии девять, из них вот, как, например, эта, о которой шла речь, это уже коммерческий продукт, это не просто эксперимент, коммерческий продукт, это можно продавать с умом, если взяться за дело, но нет, не хватает ума, значит, и будем теперь покупать все это за границей, но давайте так жить, если вам так угодно, товарищи, академики Российской Академии Наук, ну и, конечно, тут нужна политическая воля, потому что без политиков, без поддержки политической здесь ничего не сделать, потому что много заинтересованных в своих личных интересах людей делают все, чтобы это не стало достоянием России, ну вот, товарищи, вот, сами принимайте решения, я готов на любом уровне говорить с любыми учеными, лично я. Геннадий Иванович Шипов, дорогие друзья, гуглите в интернете, смотрите, пять минут на перерыве. спасибо, спасибо большое. Да, да. Итак, ответы на вопросы. Прошу. Так, уважаемые друзья, сначала вы можете задать вопросы, когда присутствуют сегодня в зале. Пожалуйста. Можно сесть, слава. Да, 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 пожалуйста, конечно. У меня такой вопрос не совсем обычный, наверное, с точки зрения обычной науки, да, вот, я помню, что на одной из конференций, чуть-чуть, не, где-то 10 назад, да, мы, была такая дискуссия, какую роль играет сам автор генератора, да, изобретатель, тот, кто его, собственно, сделал, да, в тех эффектах, которые, вот, замечены от генератора. Вы сейчас не оказались, да, что Сергея Аркадьевича уже нет, да, его генераторы остались. Вот, можете ли вы сказать, что что-то изменилось в работе генераторов с уходом Сергея Аркадьевича? Ничего. Они так же работают? Так же работают. Ну, мы предполагаем, что происходит какая-то инициация людей, которая, от Сергея Аркадьевича, то есть люди, которые работали, проработали с ним долгое время, они получают, видимо, точно такую же способность или что-то еще, я не знаю, как там понять, но я сам был очень сильно удивлен, потому что до 17-го года я никогда один не ездил в никакие плавки. Вот, в 17-м году у меня получилось так, что мы съездили в Липецк, съездили в Магнитогорск, на ММК, по области проехались там, которые мелкие старинные заводы еще в Петре Первом делались, все получилось. После этого я успокоился и понял, что это работает все-таки независимо, скорее всего. сам прибор работает, зависимо от оператора, который находится или наоборот. В свое время было предположение, когда на заводе, я недавно разговаривал с человеком, который помнит этот 30-20 лет назад, что Сергей Аркадьевич когда пришел, там все над ним смеялись, что шаманы ходят, с бубнами бегают вокруг печки, но все говорили, что большинство из них говорило, что это Сергей Аркадьевич своим сознанием просто меняет металл. Я говорю, ну ребята, я понимаю, что Сергей Аркадьевич, но он же не бог, чтобы так это все делать спокойно. То есть, никто не верил, что это железо именно работает. Но вот я сейчас убедился, что железо работает и другого мнения у меня больше нет. Спасибо. Если мне позволит, то я могу добавку сделать к вашему выступлению. Значит, это очень уместный вопрос был по поводу влияния оператора на процесс, потому что эти явления, они носят квантовую природу. Вот как говорит теория, это не просто а квантовая механика говорит, что сам исследователь может вмешиваться в процесс измерения. И вот этот вопрос очень серьезный, и на него был получен экстрементальный ответ. Опять же, в 1986 году были проведены плавки, причем была проведена контрольная плавка без всякого воздействия на расплавленный силумин. Затем была сделана плавка, в которой на расплавленный силумин, в которой, значит, влиял торсионный генератор Акимова. И третий эксперимент, когда не было ни генератора, но влияние на расплавленный силумин оказывал мощный экстрасенс, который утверждал, что он видит, как происходит процесс перестройки металла, и он говорит, я могу сделать то же самое. Результаты этих экспериментов мы сравнили, и оказалось, что экстрасенс сделал изменение в расплавленном металле в ту же сторону, в лучшую сторону, но на 15-20% лучше, чем торсионный генератор. Вот такие результаты есть. Есть опубликованный припринтем НТЦ-эвент, я в книге в своей это опубликовал. Значит, оказывается, что оператор может влиять действительно на качество, ну, просто на эксперимент, если говорить общими словами, влиять, но не полностью, то есть, может, и, если нет самого, так сказать, изобретателя, экстрасенса, может, он и влиял, Курапов Сергей, но не в полной мере, потому что сам прибор без Курапова работает, как вы утверждаете, и мы это видим. Так что, этот вопрос очень серьезный, и тут много нужно еще работать, чтобы как-то разобраться. Я бы добавить к этому еще примеру по поводу экстрасенсов. Мы как-то работали с одной маленькой фирмой на отработанном масле. То есть, нам дали 5-литровую бутылку отработанного масла, мы поставили генератор, как бы облучили его полчаса, в том они сняли характеристики. Кислотное число уменьшилось в два раза, металлические включения все исчезли, а там была взвесь этих, ну, отработанного масла, это двигатель, там, мелкая стружка, она полностью все исчезла, и вода исчезла полностью. Но мы так порадовались хорошо, на другой день попробовали, экстрасенс стоял рядом, мы ничего не делали, экстрасенс без нас что-то там пошептал, в общем, результат был такой, кислотное число увеличилось в 8 раз. После этого мы как бы резко все прекратили, и... Ну почему, это просто явление, если оно повторяется... там были люди, которые ничего не поняли бы просто, и поэтому... Но они не поняли, люди, они не понимают многого. есть господин эксперимент, если он повторяется, любые люди, хоть президенты, хоть там президенты Академии наук, они должны... Да, это есть, мы не понимаем. Вот какой должен быть подход. А они считают... А если отвергать с самого начала никакого нового... Они считают, если эксперименты... Первично для них теория. Если теории нет, если теории нет, то никакие эксперименты они даже слушать не будут. Теории, значит, они просто философски не образованы. Это не образованные люди. Что же вы их слушаете? Им сначала нужно получить образование философское, а потом уже делать суждение. В том же политехе мы пришли с Сергеем Акадьевичем тогда выступать. Это было еще лет 10 назад, наверное. Нас позвали с кафедрами литья, туда позвали люди. Ну, мы пришли. Только начал Сергей Акадьевич выступать. Тут стал профессор местной физики. Сергей Акадьевич, а какая у вас теоретическая основа вашего... Ну, мы пока не знаем, мы предполагаем. Он говорит, когда узнаете, да и приходите, чего вы пришли сюда? Встал и ушел. То есть, понимаете, они вот так считают. То есть, готовый пирожок в сушене, и чтобы вот я его съел, а у вас бы сказал goodbye, да? Ну, примерно так. Спасибо. Андрей Акадьевич, спасибо. Да, у меня вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот эта сеть череда экспериментов 20 лет? Как вы сказали, нету готовой теории, которая объясняет эти результаты или нет? Это все-таки есть базовая теория, базовая... Нет, но мы пока считаем, что базовая теория Геннадия Ивановича Шипова, считаем так вот, но у нас... Нет, я не теоретик. Профессор Панов, он больше космологией занимается. Тоже как бы не сильно лезет в эту вот теорию именно металловедения вот отсюда. Поэтому будем считать, что Геннадий Иванович как будто задает тон в этом деле. Продолжение следует... Тогда следующий вопрос. Если вы говорите, есть основа, правильно ли я понимаю, что можно выстроить и построить некоторую функцию и все эксперименты будут подтверждением этой функции или не так? Я так не могу сказать. Сейчас это выгодать невозможно. Я не могу утверждать. То есть я говорю, я не теоретик, я чисто практикой занимаюсь, мне этого хватает вполне. Я могу, может быть, ответить на этот вопрос. Значит, я в начале уже выступления сказал, что из всех существующих теоретических объяснений наблюдаемых эффектов наибольшей фундаментальной базой обладает теория, которая объясняет эти явления как эффекты кручения. Кручение было открыто математиком или Картаном в 1922 году. Вернее, он выдвинул в этом 1922 году гипотезу. Картан это король математиков второй, значит, первой половины 20 века. Он ведущий был математик. Он сказал, что если какая-то материя вращается, то возникает специфическое поле, он назвал его торсионным. значит, любое вращение любого материального объекта порождает вот этот новый вид поля. Экспериментальные доказательства того, что есть такое поле, мы видим в экспериментах с торсионными генераторами. Что они показывают? Они показывают, что торсионный генератор, хотя и имеет электромагнитную основу, он кроме электромагнитного поля излучает еще одно поле, которое мы называем торсионным. Если на пути, допустим, лазер, лазер излучает электромагнитное поле, вы поставите металлическую пластинку, то электромагнитное поле лазера потеряется в этой пластинке, экранируется, а за пластинкой обнаруживается еще одно поле, которое спокойно проходит сквозь металл и действует на объекты. Это доказано сто процентов, что в этих экспериментах электромагнитное поле не является источником вот этих всех изменений. Это не сто процентов, что там не электромагнитное. Что остается? Остается единственное. Электромагнетизм, если вы возьмете фотон, у него есть спин. Спин единица. Управляя спином фотонов, можно генерировать торсионное поле, связанное с фотоном. Фотон сопровождается торсионным полем. Если это электроны, вот то, что в генераторах Хакимова, у него электроны, электрон имеет спин, а спин это собственное вращение, механическое вращение, и если вы на спин этот влияете, то вы создаете спиновую волну. Эта спиновая волна проходит сквозь препятствия и начинает действовать на какие-то объекты, тоже на спине. Вот что в расплавленном металле, там же имеется кристаллическая решетка и организованы спины определенным образом в этой решетке. Металл расплавился, спины хаотично ориентированы в пространстве, во время остывания вы включаете генератор и когда он остывает, то спины не успевают застыть в том положении, в котором они были до расплава. И организуется новая кристаллическая решетка, и это показывают эксперименты, когда мы начинаем делать облучать, делать физико-химический анализ, то мы видим, что решетка изменилась. То есть изменение решетки происходит не за счет электромагнетизма, а за счет торсионного поля, поля спина. И вот это единственное такое, причем у нас есть уравнение, вот Мария Подоровская знает, что есть такие уравнения макро-квантовые, это Кабаяша в 1956 году начал писать, оказывается уравнение Дирак, которое описывает спиновую частицу, значит электрон, они содержат некоторые добавочные члены, если их записать определенным образом, которые современная наука не учитывает в экспериментах, а их мы должны учитывать просто количество людей, теоретиков, которые этим занимаются, раз, два и три, обчелся, у нас не хватает рук, у нас не хватает средств, у нас не хватает времени, чтобы представить всю эту новую науку на достойном уровне, потому что мы как бы начинаем только, никто этого не делает в мире, мы первые, и это не значит, что если в мире пока никто этого не делает, что этого не может быть, просто нам не верят, но пригласите, мы расскажем, мы покажем все уравнения, все, что есть, и пусть люди выбирают, много лунных людей, не все же просто так с порога должны отвергать то, что им предлагается, мы предлагаем на основе современной настоящей науки, кручение известно всем теоретикам, которые этой проблемой занимаются, но соединить теорию и практику это сложнейшая работа, почему не сделано, да потому что мало людей, мало средств, и еще, и мало времени прошло, вот я как теоретик должен работать бы в этой группе, и с ними каждый день ходить на эти эксперименты и плавки, и смотреть, и думать, как это все связать с теми формулами, которые мне известны, но этой работы не было много времени, и когда-нибудь это будет, а может и никогда, может мои ученики это сделают, то есть этот процесс очень сложный, вообще связать теорию с экспериментом страшно сложная работа, каторжная работа, нужно много думать, много вычислять, и там соединять небо и землю, фактически, что должен сделать, такого не произошло, пропасть огромная, поэтому никто и не воспринимает и серьезно, когда работа сделана, тогда все скажут, ну да, тут все просто, тут что такого-то, то есть это все в становлении находится. Спасибо, Геннадий Иванович, Павел, пожалуйста. Андрей Евгеньевич, можно вопрос такой, если я правильно понял, из вашего доклада вы говорили о том, что генератором можно обрабатывать металл не только в процессе плавления в печи, но и также после плавления, то есть когда уже есть какое-то исследование. Ну нет, просто взять холодный металл, положить в печку, нагреть его для закалки или уже брать. Ну вот вы затронули авиационные детали, то есть в авиации есть такое понятие как усталость металла, например, у самолета есть планер и у него есть определенный ресурс, вот, и через какой-то момент он вырабатывает свой ресурс, после чего там, не знаю, на металлолом отправляется. То есть если взять этот планер, который выработал свой ресурс, ну, усталость металла, есть такое понятие как усталость металла, обработать его этим генератором, он Придется делать те же свойства. Я считаю, что да. То есть взять часть этого крыла, шпангового, ТВЧ-установку поставить, пройтись с ней, с генератором, и все, он получит свое воздействие, восстановится это. Я считаю, что да. Уточнение к этому вопросу. Является необходимым условием температуры, потому что при термообработке и плавке присутствует температура, проходя рядом с самолетом, у нас другая температура принципиально. Нет. Тут же речь идет о запчастях и деталях, не самого самолета, который там стоит. То есть нужно все-таки добавить условия температуры. Правильно я понимаю? Да. Мы сначала попробовали на закалке на 1000 градусов, получили результат СП-678, потом попробовали при температуре старения. Старение это уже, собственно говоря, то же самое, что отпуск, там температура 450-500 градусов, металл холодный, он даже не красный. И мы получили результат, пластичность увеличилась. То есть до этого даже не предполагали, что может быть даже практически на холодный, ну почти на холодный. На чисто холодный металли, конечно, ничего не получится. А вот когда какое-то движение молекул есть, то там уже будет результат. База условий температуры, когда есть движение молекул? Да. То есть детали нужно нагреть, дальше? Да. Остановить. Да. Слегка, слегка. То есть нужно, не нужно переплавлять. Переплавлять не надо? Да. Это называется термоакополь. Да. Так, понятно. Спасибо. Можно еще один вопрос, он скорее технически уже нет. Не раскрывая ноу-хау, если как-то вы не хотите, сам процесс использования модифицирующего металла, модифицирующего материала. Вот как это выглядит с точки зрения физика? То есть вы как-то электрически через этот модифицирующий металл выпускаете сигнал на ваш генератор? Или электромагнитно вы как-то, не знаю, хронитные излучения пропускаете через этот металл, потом это все как-то преобразуется в вашем генераторе и уже выходит этот луч? Ну, я могу, конечно, кусок сказать. То есть внутри вот этой резонансной камеры стоит катушка. Дефиллярная. Да. Слегка говорит. Да-да-да. И там создается вращающееся магнитное поле. Внутрь кладем металл с частотой ядерного магнитного резонанса, через катушку пропускаем ток. Получается так, что он задает резонанс. И на выходе катушки уже выходит картинка, ну, сигнал, который записывается, ну, грубо говоря, что записывается, передает свойства этого металла на расплав железа. То есть железо в расплаве начинает вести себя как никель, допустим, модификатор. Или как, ну, магний, без разницы. Магний это лучше, потому что просто так магний добавить в металл, ну, невозможно, он сгорит нафиг и все, и даже не успеет ничего. А когда вот таким образом мы, вот, кстати, 10G13L мы модифицировали магнием, все получалось результат, как будто туда намешали кучу магния. Но там его реально нет, свойства получились. Ну, грубо так вот, если он, мы в этой катушке задаем спиновую структуру нового материала и передаем его на старый материал, который воспалился. Именно спиновая структура. С катушки потом снимается все-таки электрический сигнал, правильно? Дальше, который поступает, какие-то... Я не знаю, ты помнишь такого господина Деева? Он же там говорил про Д-Ток такой весь. Значит, Деева, да, я лично, я помню, но вот я опять, Владислав задает опять вопрос, электромагнитная природа. Да, действительно, генератор имеет электромагнитные элементы в своей конструкции, но вот он использует бифилярную катушку. Моя голубая мечта когда-нибудь исследовать свойства бифилярной катушки. Это катушка, у которой два провода, причем в этих проводах токи идут навстречу друг другу, а вы знаете, что магнитное поле при этом должно уничтожиться, если токи слишком близко. Значит, это такая катушка, которая как бы уничтожает, ну, по крайней мере, сильно измеряет, изменяет электромагнитную индукцию. И в результате, как бы, электромагнетизм там не играет особой роли, а остается только то, что сопровождает электромагнитную волну. А именно, квантовая функция, волновая функция, квантовая, она там присутствует. И вот эта квантовая волновая функция, это и есть то самое физическое новое поле, которое действует на расклады. А она имеет, эта функция имеет спиновую природу. То есть зависит от поляризации, ну, вот, ядерно-магнитной резонансы, да? Ямэр-эффект. Что это такое? Ядра имеют спин, и эти вот частота, частота ядерный, ямэр-резонанс, это есть, как бы, колебание спина. Вот для данного металла, имеется для каждого, имеется спектр по ямэр-резонанса. И когда вы находите, делаете такой генератор, который совпадает с частотой ямэр, у вас эффект усиливается, ядро ведет себя совершенно по-другому. Ядерные спины начинают перестраиваться, это приводит к излучению и так далее. То есть тут этот канал по спину, а не по электрическому заряду. То есть обычно это электрический заряд, а есть еще канал передачи информации по спину. Вот здесь он используется, потому что другого ничего, а это и есть политорсионное. То есть канал по спину, ведь то же самое происходит, самое простое устройство, которое использует этот канал, это томограф. В томограф ядер, вы закладываете какой-то объект, например, в человеческое тело. Мы все состоим из ядер, ядра имеют свои собственные спиновые частоты, ямэр-частоты. Вы вокруг этого, значит, в вашего тела имеется электромагнитная такая мощная петля. В эту петлю вы вкладываете огромный импульс электромагнитный, широкого спектра. Этот импульс проникает частично на поверхности тела, он как бы затухает. А спиновая часть, спиновый резант, спиновая волна проходит внутрь, сквозь вас, и выводит ядра вашего тела, направление спинов, из положения равновесия. Потом идет релаксация, этот сигнал улавливается приемником электромагнитным и преобразуется в видимое изображение. То есть этот канал мы давно используем в медицине. Но никто об этом не говорит, именно спиновый канал, потому что электромагнитизм в нас не проходит, он где-то на поверхности заканчивается. А вот спиновая волна, она проходит внутрь, все органы там отвечают на этом резонансе, на ядерном спинам. И потом это все воспринимается, обрабатывается, и получается наше изображение типа рентгена. То есть вы видите мелкие сосуды там и все такое. Это все давно используется. И причем знаете, кто изобрел это? Иванов, наш русский изобретатель, изобрел этот прибор, вообще говоря, принципиально. Потому что он был гироскопист. Потому что мы все состоим из маленьких гироскопчиков. Эти гироскопчики вращаются, это наши ядра и элементарные частицы. Все это вращается, и все это связано с торсионным полем. И этот канал только сейчас мы нащупали, и уже технологии делаем, но большая наука почему-то не хочет это изучать. Меня это вообще удивляет. Как это так? Это все уже давно технологии торсионные в виде томографа сделаны и используются в медицине. И не только она, много других есть в медицине использований вот этого торсионного канала. Но наука не хочет этим заниматься. Значит, не хватает интеллекта. Ну, а как еще объяснить? Если не занимается, если не понимает, значит нет интеллекта. Только так, значит, они устарели. Нужно менять новых, приводить людей в руководство Академии, которые все-таки это могут понять. Как это работает. Ну, что же это такое? Глядя Иванович, спасибо большое. У кого-то еще есть вопросы? В интернете был у Каравайкина вопрос. Изменяется ли скорость затвердевания металла после обработки? По металлу не знаю, а по полимерам точно изменяется в два раза. В два раза? По металлу мы когда-то не следили, а по полимеру проверяли. То есть в два раза быстрее. Спасибо, Светлана Иванович. Так, мы переходим к вопросам из зума, если у кого из зала нет вопросов больше. Что же, так, пожалуйста, Евгений Михайлович. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Значит, у меня два, два, три вопроса. Значит, первый, чем принципиально отличаются парки Генератора Ракимова? Это раз. Второе, значит, задающее поле электрическое у вас? Всевосоедательная поле, например, это, значит, у вас Генератора Ракимова. Это раз. Второе, значит, да. Третий вопрос не слышал. Вас, к сожалению, очень плохо слышно. Давайте начнем с ответом на первый вопрос. Отвечается ли вам генерал, 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 генерал? Может быть, я отвечу. Я лучше. Давайте, скажите. Можно мне ответить. Значит, смотрите, вообще все, любой объект, включая вот стул, на котором я сижу, является источником торсионного поля, потому что любой объект состоит из вращающихся элементарных частиц и атомов. Вот генератор сделан так, что есть разные способы управления вращением спинов ядер. Есть разные способы. Вот генератор Акимова, он в качестве источника торсионного поля использует феромагнит, расположенный между обкладками конденсатора. И когда на обкладке конденсатора подается переменное электрическое поле, то в это время спины феромагнетика начинают изменять свою ориентацию с частотой вот этого задающего поля. Само все это экранируется внутри некого металлического экрана. И электромагнитная составляющая сигнала остается внутри вот этого экранируемого ящика. Кстати, сам этот конденсатор находится в двух конусах, спаянных по основанию. А от вершины конусов идет один провод. И вот оказывается, что торсионная компонента процесса, она уходит по одному проводу и идет в камеру, адресную камеру, куда кладется модификатор. Так было у Акимова. Что касается генератора Куракова, там другая схема. Там используется несколько дефилярных катушек. Дефилярные катушки сделаны так, что их электромагнитное поле слабее, чем поле торсионное, которое сопровождает это электромагнитное поле. Значит, в результате вне генератора возникает стоячая волна в буквальном смысле. Ну, могут быть такие режимы, когда можно обнаружить, что вне генератора Куракова стоячая волна. А внутри там происходят электромагнитные процессы. Стоячая волна торсионного поля. И вот можно так вычислить эту стоячую волну, геометрию меняя генератора, что фокус торсионной волны заходит в центр, например, печки. Печка огромная, там несколько метров. И вот центр, он так сфокусировал эту волну Куракова, что она была где-то в центре или, по крайней мере, не на поверхности этого расплавленного металла. И весь металл, несколько метров кубических металла, ну, 2-3, ну, 5, наверное, метров кубических, если там 50 тонн, это где-то, наверное, 5, я не считал. И вот такое действие этого очень слабого сигнала, если возьмем энергию сигнала этого и посчитаем, то он там несколько ватт может быть. Но, тем не менее, он делает преобразование в металле, который весит 50-60 тонн внутри печки. То есть, закон сохранения посчитанной по обычной электродинамике в данном случае не выполняется. Нужны мегаватты, чтобы произвести эти изменения, они не приводятся. То есть, это разные типы торсионных генераторов. Существует несколько типов торсионных генераторов. Разные изобретатели делают разные торсионные генераторы. Есть, например, в Хабаровске, по-моему, такой умелец, изобретатель, Джей Канчей. Он китаец, бежал от культурной революции, но здесь нашел применение своим знанием. Он тоже сделал один из типов торсионного генератора. Это генератор в форме, это некая форма геометрическая, внутри которой есть генератор электромагнитных, значит, волн. Он тоже внутри ходит этого закрытого аппарата, а торсионная компонента, она проходит, и там тоже есть камера, некая такая, так называемая адресная камера, или камеры, ну, по-разному люди их называют. Вот он, например, в своем генераторе берет яйцо курицы, в одну камеру кладет, в другую перо от утки, включает генератор, обрабатывает вот это торсионным излучением пера, как бы информацию из пера, передает на яйцо. Но после того, как из яйца вылупился цыпленок, то оказывается, что у него на ногах, ну, на лапах имеются перепонки, как у утки. То есть некая генетическая информация, снятая с пера утки, передалась на яйцо курицы. И в результате цыпленок получил генетический эффект. Это тоже торсионный генератор, это тоже неэлектромагнитные эффекты. И вот такие информационные каналы во многом обсуждаемы сейчас во многих, во многих экспериментах и у нас, и за границей. Ну, например, Нобелевский лауреат Люк Монтенье тоже занимается такого рода экспериментами. Передача информации по информационному каналу, ну, некой информации. И это все производится, это неэлектромагнитный канал. Значит, разные типы генераторов. Вот Люк Монтенье представил свой генератор определенный, да. И когда он рассказал об этом на заседании Организации Объединенных Наций, будучи уже Нобелевским лауреатом, местные физики его подняли насмерть. Да, потому что они сторонники старой парадигмы и не знают многого нового, что происходит в мире, в науке. И в физике в том числе не знают люди. Устали, перестали работать, не обращают внимания, ну уж, а занимают ответственные посты, отвечают перед обществом. Поэтому разные генераторы есть, разного типа. Петер Иванович, спасибо. Я еще один вопрос есть. Да, Евгений, я понял. Насколько форма сигнала, которая подается на генератор, она соответствует серусуете, и насколько она стабильна во времени, или она меняется во времени в процессе плавки? На генератор подается импульсный сигнал, причем отрицательной полярности. Для металла мы используем только отрицательную полярность. Тогда все свойства получаются. Положительная полярность, ну как бы... А вы не больше подаете на полки, на конденсатор? Нет, прямо на катушку. Прямо на катушку, продажа, там дефилярная катушка. Ну, можно считать, что конденсатор. Дефилярная. Значит, я вам скажу, что обычное электромагнитное поле, ну оно тоже имеет левую и правую поляризацию, можно сделать, да? И это спин вообще для чистого электромагнитного поля. Но если вы берете, допустим, спин электрона, то он имеет правое и левое вращение, то есть в зависимости от того, как он ориентирован, электрон вращающийся, да? Ну, известно, когда в экспериментах, в экспериментах, когда расщепление пучка, допустим, атомов серебра, у которых была смешанная поляризация, направо до Штерна-Герлаха эксперименты в неоднородном магнитном поле. У вас два типа вращения, ну, вправо, грубо говоря, и левое, левое и правое. Так вот, в генераторах торсионных, в некоторых, ну, я не знаю, во всех, но в некоторых, есть, значит, различия правого и левого торсионного поля. Вот вы говорили тоже об этом. И оказывается, даже на металлы, вот действуя правым полем, получаете один результат, а действуя левым полем, это получается другой результат. То есть, это говорит о том, что все-таки это торсионный эффект, эффект вращения, потому что вы имеете с полем, который не является вектором, как электромагнитный, это вектор. Это псевдовектор. Спин – это псевдовектор. Значит, торсионное поле – это псевдовекторное поле. Оно зависит, значит, от того, какую вы выбрали систему отчет, правый или левый. То есть, знак зависит, и результаты оказываются совершенно разные. Есть, а вот у Курапова, видимо, тоже была такая классификация поля, он включал либо правое, либо левое поле. Спасибо. Конечно, меняется во времени, потому что, если катушка индукционная, то там есть переменное поле. Электрическое поле – переменное. Вот если даже импульс подавался какой-то, вы знаете, что импульс – это набор частот. Значит, разные частоты проходили импульс, возникал электромагнитная индукция. Но за счет дефиллярности эта индукция как бы сама себя компенсировала. И оставалось только торсионные компоненты. Спасибо, Венадий Иванович. Евгений Михайлович, у вас есть еще вопросы? Спасибо большое. Есть ли у кого-то еще вопросы? Спасибо. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое за очень интересный доклад. И мы завершаем наш семинар. Спасибо всем, кто присутствовал в зуме. Всем спасибо. У нас на канале «Глобальная волна». До встречи. А, вопрос. Есть вопрос. Давайте под камеру задам вопрос, связанный с практическим применением. Допустим, у нас есть единомышленники, у них есть малые печи для плавления. Какие практические опыты и эксперименты мы могли бы провести? Любые. Какие хотите? Венадий Иванович, Мария Ивановна, может быть, вы, как организатор семинала, можете накидать, какие могут быть работы, которые дадут практические результаты А, привлекут внимание научной общественности Б, помогут создать какие-то научные материалы и так далее. Как вы видите дорожную карту? Вот есть человек, у него есть плавильное устройство. Ну, мы познакомили вас, да? Как вы видите, возможно, развитие? Можно я отвечу первую, да? Тогда вам микрофон, секундочку. Вот, если такая возможность нам предоставляется, то прежде всего нужно провести такие эксперименты, аналогов которым нет в мире и которые дают быстрые деньги. То есть на которых можно просто заработать. И тем людям, которые владеют печами, но и тем ученым, которые как бы это все придумали и могут курировать научно и информационно эти все эксперименты. То есть мы за то, чтобы быстро провести эксперименты и показать эффективность этой новой технологии. Это примерно, ну, я не знаю, какие есть печи, но вот те печи, которые были на заводе, и я читал много документов на эту тему. И много знаю о расчетах, которые были проведены авторами этой технологии. Они дают примерно 200-300 миллионов с одной печки в год. Давайте эти деньги сделаем. То есть вы обращаетесь, когда много лет научная общественность пыталась работать по канонам науки и не получила отклика, надо использовать человеческий фактор, человеческую жадность, что, глядишь, кто-то, да, увидев, обратится к ученым за помощью. Нет, я бы не сказал, что если идут к нам на встречу бизнесмены, то это как раз эти вот термины типа жадности. Тут не наоборот. Нет, мы имеем в виду, как продвинуть в общество широкое. А в общество продвинется, если мы получим хорошие результаты и заработаем деньги. Вот для общества, к сожалению, современного, человек, если ты такой умный, почему ты такой бедный, очень важно. Надо сделать, чтобы тот, кто умный, был не очень бедный, а достаточно богатый. Вот когда это будет, тогда и все обратят внимание. Пока мы говорим, и все. Барь, лучше. Спасибо. Геннадий Иванович, я как раз немножко вас опередил. У нас, я тоже уже успел познакомиться с Русланом, у которого есть производство Кимка. И я предложил Андрею Евгеньевичу и предлагаю вам завтра отправиться на производство, чтобы мы могли как раз понять, какие эксперименты мы можем провести на производство вместе с Андреем Евгеньевичем. И начать что-то уже делать, что будет... То есть мы уже завтра едем на производство плавить металл? Надо сказать, что... Потому что мы завтра едем, еще пока не плавить металл, мы завтра... Ну да, познакомиться. Мы завтра поедем посмотреть, что мы можем вообще в рамках производства сделать, какие эксперименты провести, и что мы можем там плавить для того, чтобы потом что-то с этим делать. Меня это очень радует, потому что... И вы в одном из ответов своих сказали, что вы должны находиться рядом и описывать как раз то, вот Андрей Евгеньевич, он говорит, я в теории мало что понимаю, поэтому вы сказали, я должен быть рядом, чтобы объяснять как раз то, как все эти формулы, то есть то, что происходит на практике, как это выражается в виде формулы. Вот, я думаю, что будет здорово, если все будет. Да, я уже сказал, что меня это очень радует, потому что быстрое принятие решения вопроса, это самое важное на сегодняшний день, нельзя ничего оттягивать, время очень дорого, завтра я готов ехать и смотреть и участвовать в этом деле. Пользуясь тем, что идет запись, много лет я пишу разведпризнаки, как я говорил в прошлый раз, что много лет трансляции, съемок, и вот с чего все сдвигается. Когда идея убивает массами, и убивает массами как раз подрастающим поколениям, которые не зашорены догмами Советского Союза, старшего поколения, которые еще не обожглось на том, что, тебе говорят, этим не стоит заниматься, потому что это бесполезно. И я бы еще добавил, Ярослав, поколениям, у которых не очень хорошо, а с терпением, которым нужно быстро здесь все и сейчас. Отлично. Завтра на производство, дорогие друзья. Да. Все, спасибо. Теперь предлагаю сделать совместную фотографию, потому что наши семинары проходят к концу, может быть, еще один или два семинара, но, скорее всего, в зуме у нас будет один или два семинара, поэтому я думаю, что в конце нашего курса семинара будет правильно сделать совместное фото, поэтому мы делаем еще освещение, может быть, на фоне. Так, ну что, дорогие друзья, ну а я, как всегда, повторяю из раза в раз, что изменения в обществе могут произойти тогда, когда мы будем выдвигать своих представителей в органы исполнительные и законодательные власти. Общество – это предмет договоренности, как люди в обществе договорятся. И вот эти договоренности выражаются в законодательной какой-то форме. Если Академия наук не реагирует на такие работы, то можно законодательно принять норму о проведении следственных действий, об умалчивании тех технологий, которые в публичном доступе широко осведомлены. И, значит, академические круги не информируют руководство, не информируют общественность, не собирают пресс-конференции. И тем самым происходит утрата обороноспособности страны, происходит утрата высокого качества жизни населения. Значит, те люди, которые находятся в административных научных кругах, являются врагами общества, врагами народа. И с этим надо что-то делать, дорогие друзья. И вот это все возможно делать на законодательной основе, выдвигая своих представителей в органы исполнительной и законодательной властью. На этом пока стопы снято. Спасибо. Смешки, подойдите, пожалуйста. Да-да-да, иду, иду историческую скину. Поплотнее. Поплотнее. Вместе мы с волной, я запущу мы. Не присесть мне. Может, вы присесть? А лучше сесть. Подождите, как человек. Я регион стал вперед. Я понял, что я понял. Я понял. Я понял. А может, мы с вами послали. Здесь сесть. Я понял. Я понял. Конечно, конечно. Ага. Может, я понял. Веда там у берега, Спобеда нас богиня Вика ждет. Глобализм идет на дно, Днем еда, а ночью сон. Словно демон шепчет на ушко, Ты умись, дружок. А волна нас поднимает Над поверхностью земли. И при войнам не преграда, Не преграда на пути. Мы волна плавальная, И с паруса летим вперед. Веда там у берега, Спобеда нас богиня Вика ждет. Грошь! И падаем мы вниз, По волне скользя. Еще раз. Нам не страшно впереди, Не обрыв, а выход наверх. А волна нас поднимает, Над землею к небесам, И планеты приближает, К нашим рвущимся сердцам. Мы волна плавальная, И с паруса летим вперед. Где-то там у берега, С победы нас богиня Вика ждет. Мы волна плавальная, И с паруса летим вперед. Советские звезды, дорогие друзья, Интернет сохранит это все в столетии, тысячелетия, И вы будете свидетелем того прорыва, Который нас ждет. Спасибо. 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 Спасибо.